А вот сейчас вверх пошло, это что значит? Вот это пошли пробы работать, да. Это вирус? Понимаете, что она не сдала? Вот здесь заразный материал. Мы с вами находимся на безопасной дистанции. Здесь, кстати, веки, где проводится... ПЦР? Да, мы идем в лабораторию, позвали там. Грязная, заразная зона. Смотрите, вот смотрите. Видите, добавляются необходимые реагенты. Началось все 17 марта, когда были зарегистрированы первые случаи заболевания среди привыкших из-за рубежа. Дальше распространение начало развиваться очень медленно. Единичные случаи. За каждым из них было наблюдение. Были отобраны пробы, а также отбирались на 10-й день. Среди этих заболевших у нас дальнейшее распространение практически не установлено. Всего 5 случаев. Потом несколько человек заразилось по контакту от них. Дальше были приезжие из Москвы и Московской области, которые также были в контакте с гражданами, которые работали или прибыли из-за рубежа. Дальше начало распространения инфекции практически началось после 8 апреля. В Кимрах, Кимрском районе, Конаковском, в городе Твери. Потом отдельные случаи были в Зубцове, в Старецком районе. Многие граждане, проживающие в городе Кимры, работали в медицинских учреждениях Москвы и в иных организациях. Поэтому распространение больше сейчас еще примыкающее к так называемой московской агломерации. Продолжает распространяться инфекция уже в другие районы. На сегодняшний день у нас из 42 муниципальных образований в 37 есть регистрируются случаи. Что происходит в настоящий момент? В настоящий момент инфекция продолжает распространяться. Но мы ожидаем стабилизацию ситуации и планируем, что выйдем на тот этап, когда можно будет снимать поочередно все ограничения. И интересно узнать, конечно, цифры. Лаборатории работают вообще 5 у нас в области. В том числе лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии, которая работает круглосуточно. На протяжении уже двух месяцев. Ежесуточно обследуется от полутора до двух тысяч человек. Мы провели уже более 70 тысяч исследований в нашей области. Кстати, существует так называемый критерий определения возможности перехода или поэтапного снятия ограничений. Первый этап – 70, для второго – 90, для третьего – 110. Это означает 110 исследований на 100 тысяч населения ежесуточно. Мы делаем более 120. О чем говорят эти цифры? Эти цифры говорят о достаточности проведения лабораторных исследований для того, чтобы осуществить объективный эпидемиологический анализ и принятие решения о возможности снятия ограничений. Эти цифры говорят о том, что у нас не будет. Это ваша красная зона? Как называется в госпиталях, да, это красная зона. А у нас это называется заразная зона. За эту дверь посторонним вход запрещен. За этой дверью проводится разбор материала, который доставляется из наших медицинских учреждений. То есть это потенциально инфицированный, зараженный материал. Так мы его рассматриваем. По сколько часов люди работают вот в таких костюмах? Люди в этих костюмах работают по 6 часов. Тяжело, наверное. Тяжело, но они привычны. Материалы доставляются в биксах. Сюда ставятся, и здесь проводится бактерицидная обработка. Дальше специалисты приходят, открывают, забирают, и дальше проводится вот эта работа. Работают персонально с каждой пробой от каждого больного. Они вскрывают вот эти маленькие флакончики, достают оттуда пробирочку. На этой пробирке стоит номер, написана фамилия. И человек это все открывает, вскрывает, записывается номер, составляется список больных. Дальше этот материал передается другому нашему врачу, который работает уже непосредственно в ламинарном боксе. В этот материал добавляются необходимые реагенты. Дальше это подогревается, маленький вот этот термостат, обеззараживание проводится, и встряхивается все это. Это где-то на каждую пробу в течение 10-15 минут. После этого материал обеззараженный уже, и отправляется непосредственно в ПЦР для ПЦР-диагностики. За сегодняшний день специалистами нашей лаборатории выполнено более полутора тысяч исследований. Мы идем на третий этап, в ПЦР-диагностики, где проводится... ПЦР? ПЦР. Да. Смотрим, да? Идем смотреть ПЦР. Да, еще и клещи заодно поставить. А клещей, да, заодно. Клещей никто не отменял, да? Клещей тоже делаем. Нет, заодно только. Иди с Богом. Итак, что происходит за этой дверью? Ну, все обеззараженные ранее пробы поднимаются сюда, и здесь происходит выделение ДНК, дезоксилебронуклеиновой кислоты, либо РНК, в зависимости от микроорганизмов. У нас же вирус-то РНК содержит? Вирус содержит РНК, конечно. Вот выделяется на первом этапе, происходит выделение РНК. Далее девочки через передаточное окно передают пробы в следующий кабинет, где производится уже дальнейшая обработка и окончательная обработка материала и учет материала. Пробы перешли сюда. Что здесь происходит? Здесь происходит дальнейшее добавление соответствующих реагентов, проводится обратная транскрипция, и все проставляют в ротор-джин, либо в ЦПХ, в амплификатор. В амплификаторе проводится окончательная обработка материала и учет результатов. Итак, как мы поймем, что это вирус? Информация выводится на дисплей. Сейчас вверх пошло, это что значит? Вот это пошли пробы работать. Это вирус, да? Возможно, да. Пока я не могу сказать, анализ еще не закончен. Окончательный результат будет в конце, через полтора часа. На один в амплификатор входит 36 проб, в ЦПХ, в амплификатор, он называется еще термоциклер, можно поставить 96 проб. Вот через полтора часа будет понятно, есть ли вирус в пробе. Итак, Москва, можно сказать уверенно, пошла на спад. А Тверской регион отстает в этом направлении. С чем вы связываете? Связываю, в первую очередь, с несоблюдением нашими гражданами определенных ограничений. Это ношение масок, это соблюдение дистанции. Ведь при открытии магазинов, парикмахерских, салонов красоты и других объектов было условие, условие соблюдать определенные ограничения. Это обязательно ношение масок, это обязательно входной контроль температуры тела бесконтактной, своих сотрудников, это обязательно обработка рук. К сожалению, мы осуществляем мониторинг ежедневно, где-то от 30 до 40% объектов, где это не соблюдается вообще. Все детские площадки заполнены, никто не снимал ограничений. Чтобы создать заслон этой инфекции, нужно совместными усилиями соблюдать все требования. И наши службы, и граждан, и всех остальных организаций и учреждений.